В следующей неделе у нас неделя молитвы и поста. Ну так это же наследство не будет. Ну запивай хотя бы. Во вторник. А что у нас во вторник? Лидерское собрание. А во сколько? В 19.00. А точно. Запиши себе. А что ты делаешь? Так круглосуточная молитва же. Ты пойдешь? Да, пойду запишусь. А, точно. Записаться же еще надо. С 22 по 28 апреля Страстная неделя. В четверг 25 числа в 19.00 хлебопреломление. В воскресенье 28 апреля пасхальное служение в 11.00. Прослушал? А почему никого нет? 28 апреля будет только одно служение в 11.00. В 9.00 собрания не будет. Обратите внимание. Сегодня я хочу рассказать вам о тех книгах, которые, возможно, вы видели, но не знали, зачем они вам нужны. Во-первых, я хочу показать вам вот эту книжку. Это послание к филиппийцам. Это послание любви. Это объяснение в любви апостола Павла к этим филиппийцам. Когда вы будете его читать, ваша душа просто буквально растворится в любви. Но там есть еще очень-очень интересные вещи, которые, можно сказать, загадочные. Например, как Бог по своей природе не держался за равенство с Богом. Что это значит? До сих пор все спорят об этом. Что это такое? И Валентина Николаевна здесь дает очень интересное пояснение. Обязательно прочитайте это. Дорогие родители, бабушки, дедушки, тети, дяди. Мы все так или иначе задействованы в том, чтобы воспитать хорошо наших детей. Внуков, племянников и так далее. У нас есть замечательные книги, которые действительно смогут помочь вам. У нас прошел курс для родителей. Очень многим понравился этот курс. Но чтобы еще больше узнать, что делать и как быть, как воспитать замечательного ребенка, у нас есть книга Генри Клауда и Джона Таунсенда. И у нас есть еще очень интересная книжка «Как научить ребенка принимать самостоятельные решения». Приходит время, когда дети подрастают. Но нам нужно их подготовить к тому, чтобы они научились принимать эти решения правильные. Не то, что им диктует кто-то мир, но правильные, взвешенные решения. Вот эта книжка вам поможет. Ой, мы забыли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!